Торжественное открытие параспорта Киады в спорткомплексе АК задало тон всем соревнованиям. Они получились очень яркими и жизнерадостными. Звучали гимны России и пара Олимпиады. Перед началом соревнований состоялось выступление юных гимнасток из Центра развития творчества детей и юношества Орленок и показательное выступление по фигурному вождению коляски в исполнении Ивана Молоденова. Спорт – удел сильных духом людей. В соревнованиях параспорта Киады приняли участие члены Муромского окружного отделения Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих. Программа состязаний включала в себя четыре вида спорта – шахматы, настольный теннис, дартс и плавание. Эти соревнования дали возможность приобщиться к паралимпийскому движению тем, кто не смог попасть на паралимпийские игры в Сочи. Мы очень благодарны администрации округа Муром и спорткомитету, что они откликнулись и провели такое мероприятие, посвященное 11-м паралимпийским играм, которые проходят в Сочи. Мы в нашей организации, как активисты, очень хотели приобщиться к паралимпийскому движению. Когда проходят такие спортивные соревнования в Сочи, мы тоже хотели, конечно, в Муроме поучаствовать. Но все не могли, конечно, поехать в Сочи. И сегодня мы участвуем в соревнованиях в округе Муром. Отметим очень высокий уровень организации соревнований. Победителям были вручены медали и призы. Не забыли и о поощрительных памятных сувенирах. Кроме того, каждому участнику спортивных состязаний были вручены сертификаты об участии в фестивале спорта, приуроченного к открытию 11-х паралимпийских игр в Сочи. Паралимпийские игры – это международные спортивные соревнования для людей с ограниченными возможностями. Но на самом деле возможности этих людей безграничны. Их судьбы могут быть примером для всех, кто стремится победить те нелегкие жизненные обстоятельства, в которых оказался. Ведь главное в достижении цели – сила духа и стремление к победе. Екатерина Игонина, Александр Симонов, Новости 24, Муром.